Друзья, я вас приветствую. Сегодня покажу вам вексель, который отправил судье о признании правосубъектности человека. Вот такой вексель составил. Зашел в сберкассу, оплатил чек. Чек я приклеил сзади векселя, отправил судье. В назначении платежа указал, что это выкуп права на признание правосубъектности. Смотрите ролик до конца, высказывайте свое мнение. Живой мужчина, человек с собственным именем Денис. Обладаю правами персоны Киприянов Денис Владимирович, поэтому, по мере возможности, буду высказывать свое мнение. Личность, она может прийти и присутствовать здесь, отдельно из меня. Она здесь также имеется. Вот она здесь. Видите? В процессе буду пояснять, что делает судья, какие ее действия, также конклюдентные действия, которые она совершила, чем подтвердила акцепт векселя о признании правосубъектности человека. Указывают, что производство находится в гражданской отделе. Полномочия, как граждан, судья отказалась. Полагаю, что имеется имея обстоятельство, вызывающее сомнение в ее объективности. Ершова, называющая себя судью вопреки закону заседаний 26 января 2021 года, требовала от лиц неучаствующих в деле одевать какие-либо предметы личного воздействия на их части тела. Диплом об образовании в сфере дизайнерства одежды, либо другой документ, подтверждающий отношения так называемой судьи, с таким профессиям, как модельер, тетюле, Ершова, называющийся судью, непречитарным. Решение Верховного суда прямо указано на отсутствие механизма правового принуждения. Физическое лицо Ершова, называющегося судью, превышает свою полную мощь, а соответственно находится подозрение на совершение противоправных действий. Также подозрение взятия с ним всех обязательств. Что же такое именно правосубъектность? Правосубъектность – способность лица иметь, осуществлять непосредственно или через своих представителей субъективные права и юридические обязанности, то есть выступать субъектно-правоотношения. Таким образом, все перечисленные действия, так называемые судьи Ершова, в том числе непонимание ведения производства по делу, рассматривал Ершова, называющуюся судью, на основании должности, являя труд от названия на суде для дальнейшего осмотрения гражданского дела. Пожалуйста, мнение представителя отречек по заявлению. Капитан убегает. «Нас раскрыли! Сваливаем!» «У представителя отречка есть какие-то выполнения?» «Нет, нет». «Ну, то, что он был устал, мы идем в общине счастья, да». «Считаете, возможно, закончить расследование дела по существу?» «Да, возможно». «Расследование дела по существу?» «Обегается, окончено, переход, послушаем, на судебный период». «Здесь юристы меня поймут больше, потому что они понимают, что после завершения рассмотрения по существу уже никакие доводы, никакие доказательства, ничего не принимается. Поэтому судьи часто спешат закрыть дело, закрыть рассмотрение по существу, чтобы ничего неудобного им не сказали или не добавили какие-то доказательства, которые бы им помешали вынести то решение, какое им надо». «Слово «приняна» или «нестередия отречка» «Николон, что данная «Наскрылая драма» «Эсхвестерского возведения» «Ипределение по существу» «Сланина». «Ну, конечно, уже рецидент скобозаноска, уступает и любитение и все этоlica решается», «Документы на которых подробности шистосъеда. Обладая правами персоны Куприянов Денис Вадимович, заявляю, что необходимо возобновить рассмотрение дела по существу, поскольку по имеющейся информации достоверно известно, что вчера, 9 декабря, было подано в канцелярию суда заявление об изменении предмета иска, который сейчас так называемый судья не озвучила. Вот в целом дело его необходимо найти и истребовать из канцелярии, если оно до сих пор не поступило. Дополнение было озвучено в судебном заседании? Уточнение, как это называют? Не дополнение, а другое совершенно документ об изменении предметов. Уточнение, как вы участвуете перед нами заседаниями, могут у вас давать с ним? Я не истец. Я веду дела от лица так же, как вы ведете дела от лица. После закрытия дела, как видим, судья вновь начала рассматривать его по существу, начала перебирать документы. Как видим, судья молча выслушивает человека, живого мужчину, а человек не являлся участником, находился просто в зале. И так называемая судья, по его мнению о том, что нужно возобновить, возобновила рассмотрение и стала проверять доведенную ей человеком информацию. То есть не проигнорировала, а это уже является процессуальным действием, прямым доказательством того, что так называемая судья в этом отдельно взятом процессе считалась мнением живого мужчины. Кроме того, возобновить дело – это нужно специальное ходатайство участника по делу. Второй раз спрашивает представителя банка согласие на то, чтобы закончить рассмотрение дела, что еще раз подтверждает, что она его возобновляла по просьбе человека. Сражения идут при помощи смыслов, а народы умело стравливаются, и игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле, предугадывать ходы противника и выстраивать свою игру правильно. Великая освободительная миссия выпала на вашу роль. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Вновь в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Продолжение следует... Продолжение следует...